Я надеюсь, информация после кофе-брейка еще более улеглась, лучше. И, собственно, сейчас мы будем по функционалу проходить. Я просто покажу основные блоки платформы для того, чтобы у вас было представление, понимание, каким же функционалом обладают. Потому что мы сейчас смотрели, как работает редактор. Редактор — это один из модулей, который позволяет быстро и без каких-то особо знаний, познаний в HTML и в программировании, собственно, уже создавать лендинги, видоизменять. Я искренне верю, что будущее именно за этим. То есть программный труд будет все меньше и меньше использоваться. Мы это уже видим просто по статистике. На сервисе создано более 200 тысяч целевых страниц. Можете себе представить, сколько это в эквиваленте человека-часов, если бы это делали студии, например. Я думаю, что они бы делали еще… делали бы и делали несколько лет. Мы там, по-моему, считали, там что-то порядка 100 лет человека-часов выходило около того. Ну вот суммарно. И это там всего лишь буквально за год, за полтора набрано. Итак, собственно, редактор я закрыл. У нас появилась страница. Вот она, собственно, в личном кабинете. Мы заходим. И попадаем в центр оптимизации конверсии. То есть это как раз основной аналитический центр приложения LPGenerator, который позволяет, ну, первое, что-то опубликовать эту страницу. Есть вот как раз этот тестовый домен. Тест LPGenerator. Мы нажимаем сохранить. Нажимаем. Сейчас он присвоит ей. К сожалению, интернет у нас не самый быстрый сегодня, но… В Москве вообще интернет. Позже мобильник подключить через мобильник. Вот смотрите. Что-то произошло. Так, еще раз. Вот она все-таки присвоила ему адрес, оказывается. Собственно, сейчас это 404. Нажимаем опубликовать эту страницу. Такое ощущение, что она срабатывает, но не показывает. Да. И вот, собственно, наша страница уже в интернете. То есть, как вы успели заметить, ну, буквально несколько минут, и страница опубликована. Если мы захотим непосредственно размещать эту страницу уже на нормальном домене, то нам необходимо будет этот домен подключить. Делается это в закладке «Домены». Соответственно, есть возможность либо купить домен за 300 рублей, полностью пробрасываются данные в рекру, домен регистрируется на ваши паспортные данные, либо вы можете уже подключить существующий домен. Для этого там надо будет в зону DNS его прописать определенные параметры. И в рамках этого домена вы сможете создавать уже любые, соответственно, адреса. То есть, вот тут у меня есть несколько подключенных доменов. Ну, и я, например, беру там промо-робомаркетинг, сохраняю. А наоборот можно выгрузить к себе куда-нибудь? Что выгрузить? В принципе, выгрузить-то можно. Вы можете тупо HTML скопировать. Просто вопрос, зачем это будет надо? Потому что вы сейчас… А что вы имеете в виду под серверный сайт? Я, допустим, хочу, чтобы эта страничка у меня размещалась на сайте, там как через слэш, допустим. Так она у вас и так будет через слэш. Задача приложения не в том, чтобы сделать эту страницу, а немножко выручить. Самое главное, чтобы… Я думаю, тут вопрос больше к другому. Не на доменку выносите. Вы можете на основной, под слэшем, то есть как угодно. Тут назначаются любые адреса. Вот она у меня уже располагается под моим доменом. Там вот промо-робомаркетинг.ру. Собственно, во-первых, это экономит время. Дальше мы, собственно, работаем с этой страницей. Первое, что у нас есть здесь, это статистика. Она достаточно упрощенная, но она показывает нам основные параметры. То есть мы можем установить цену клика. Нам она будет показывать, соответственно, стоимость, сколько мы тратим по каналу, сколько у нас посетителей, просмотров, цели конверсии и конверсия. И, собственно, какая цена лиден, во что он нам обходится. Далее мы, допустим, хотим начать АБ-тест. Для того, чтобы нам это сделать, нам всего лишь надо сделать, копировать вариант для сплит-теста. Таким образом, у нас появляется второй вариант страницы, идентичный первому. Надо через обновление все-таки, видимо, делать. И я могу опять зайти в редактор, поменять текст тут же. сохранить этот вариант. Таким образом, у меня запустится, у меня будет уже два варианта этой страницы. То есть, как вы видите, я сделал это просто буквально несколькими нажатиями. Также я могу сделать там 3, 4, 5 вариантов, сколько мне необходимо. Поменять между ними заголовки, поменять между ними, допустим, фоновую страницу. Оно не меняется, оно будет одинаковое. То есть, система будет сама распределять. Вот тут есть такой параметр, как вес. И мы распределяем между вариантами процентное соотношение. То есть, я ставлю 50 на 50, значит, половине мы будем показывать один вариант страницы, половине другой. Соответственно, нам тут же будет выводиться статистика по двум вариантам и разницу по конверсии между ними. Хотите 3 варианта, распределите по 33%. Хотите 4 варианта, там, по 25% и так далее. От индексации вы можете закрыть. Там есть внутри редактора возможность поставить noindex, nofollow. И, в принципе, можете открыть. Вот был вопрос по поводу SEO. В принципе, вот сейчас на перерыве мы тоже по этому поводу пообщались. Дело в том, что в последнее время, как ни странно, целевые страницы достаточно хорошо индексируются. И индексируются они по причине того, что поведенческие параметры, факторы, они на данный момент гораздо более важны уже, чем ссылочная масса и статьи. А на лендингах, как правило, поведенческие факторы, тем более на тестированных лендингах, очень хороши. И там есть трафик, если вы его закупаете. И есть действительно реальные кейсы. То есть мы их не афишируем, что вот есть технология продвижения лендингов, потому что нету как бы ее как последовательной. То, что лендинги хорошие вылазят в топы по низкочастотным и среднечастотным запросам, это факт. Причем по конкурентным тематикам, типа окна в Москве, даже есть такие примеры. А какой вариант? Там, честно говоря, я не знаю, каким образом вот это вот устроено, с точки зрения индексации. Да, но какой-то вылезет из них. То, что Яндекса попадет со своим бюджетом. Да, да, да. Он синдексирует. То есть для Яндекса же тоже будет какой-то вариант показан, грубо говоря, когда его робот зайдет. В следующий раз, когда он зайдет, будет обновиться. Ну он отлично скажет, сайт обновился. Как муации, ребята, работают. Да. Я говорю, как такового опыта нет. То есть мы целенаправленно не занимались никогда SEO-продвижением лендингов. То есть мы знаем, что они выскакивают за счет хороших поведенческих факторов. Более того, вот на eTarget конференции, как раз когда мы выступали с докладом по оптимизации конверсии, конверсионным путям, то представитель Яндекса встал и сказал, что молодцы ребята, мы на самом деле замеряем достижение цели, отправку лидов. И чем выше у вас конверсия, тем выше вы ранжируетесь. Соответственно, настанут те времена, как я рассчитываю, что действительно Яндекс будет оценивать в том числе конверсию на странице и более конверсионные страницы ставить выше. Ага, как метрика будет оценивать? Скорее всего, да, но у Яндекса помимо метрики куча других показателей, и они прекрасно видят страницу, на которую идет переход, и в то же время могут мерить отправку формы. Ну, ставите код Яндекс.Метрики к Google Analytics, они на все это так или иначе реагируют. То есть там необязательно даже цели проставлять, как я понял. То есть мы задавали вопрос по целям, он как бы уклончиво ответил, но как мы поняли, что необязательно. Ну, да, да, да. Они и так все видят там без целей. Вот. Соответственно, что у нас получается в этом кабинете, помимо того, что мы можем тут же тестировать? Есть такой функционал, как источники трафика. Соответственно, в нем мы можем задавать определенные каналы, и тут же есть конструктор UTM-меток. Под конкретный лендинг мы генерируем эти метки, расставляем, и он будет отображаться уже в статистике, вплоть до конверсии по ключевым словам, что позволяет нам уже отслеживать, какие слова конвертируются, какие не конвертируются, и отсекать ненужный трафик. По тестированным страницам, то есть количество вариантов создается просто мы меняем и таким образом создаем больше и больше станиц. А есть возможность много вариантов тестировать, допустим? Пока нет, но мы этот функционал разрабатываем. Это просто достаточно сложная нагрузка на сервер в том числе, для комбинаторики, но она будет. Ну и, скажем так, индустрия АБ-теста в России только-только начинается. Сейчас люди только начинают пользоваться хотя бы элементарным АБ-тестированием. Многовариативный, динамический контент. Все это в стадии сейчас разработки. Мы в этом направлении смотрим и обязательно это будет реализовано. Информация по конверсионным ключам передается в партнер? Если вы сами это захотите пробрасывать, то можно пробрасывать. А так? Через ваше приложение не отдается. Я говорю, в зависимости от того, как вы настроите. То есть, если вы просто настраиваете UT метки и они попадают к вам на страницу, то, конечно, они в самой странице, кнопка, которая переводит в партнерку, не подразумевает пробрасы этих данных, то они будут оставаться тут. Но если вы сделаете пробрас данных, то они у вас будут переходить в партнерку. Также вы можете даже по постбэкпикселю там это все отслеживать. То есть, вопрос, что вам необходимо. Вы можете считать за цель конверсии как раз срабатывание постбэкпикселя, она будет вам считать статистику именно так. Нет, вопрос с другом. Вы как партнеры Admit, передаете ли информацию по конверсионным ключам? Я говорю, без настройки конкретной нет. То есть, если вы хотите, чтобы передавалось, они могут передаваться. Так, собственно, тут мы формируем, соответственно, необходимые запросы. И у нас тогда будет в разрезе нашей таблицы в вариантах показываться дерево UTM и будет показываться, ну, вплоть до запросов, что вот этот запрос на этом варианте с такой конверсией, а на этом варианте с такой конверсией. Ну, и вплоть до ключевого слова, либо там конкретного баннера и так далее. Далее у нас на этой странице есть возможность интеграции. То есть, сюда подключаются к формам, могут быть подключены любые email-рассыльщики, самые популярные. Сюда может быть подключен там Dropbox, то есть, подгрузка файлов в Zingaya click-to-call. Может подключен быть SMS-рассыльщик, то есть, аккумуляция SMS-базы SMS-intel. То есть, входящие лиды будут также переходить в SMS-базу, по которой можно делать потом рассылку. А в Bittrex там он специальный модуль строит? В Bittrex есть приложение LP-генератор. Соответственно, вы там его устанавливаете и также настраиваете интеграцию. То есть, лиды могут пробрасываться в Bittrex, могут пробрасываться в AMA CRM и в Мегаплан. Со всеми с ними налажена интеграция. То есть, любые, как бы, все эти интеграции делаются там, опять же, в несколько кликов. Он просит у вас API-ключ, который вы генерируете, там, допустим, в аккаунте в Bittrex или в AMA CRM. Нажимаете, он у вас связывает это все. То есть, там никаких проблем нет. В то же время, как бы, есть открытый API, там есть отдельная закладка сверху, есть документация. То есть, если вам надо пробрасывать данные куда-то еще, то, пожалуйста, есть возможность это делать без проблем. Ну, единственное, что вам самим надо будет какую-то эту интеграцию делать, разрабатывать. Ну, если для вас API это не новость, то, я думаю, ничего сложного не будет. Тем более, с подробной документацией. Ну, в том числе, тут и происходит генерация пикселя. То есть, хотите замерять параметры, пожалуйста. Далее система статистики, которая показывает посетителей конверсии и, в принципе, выстраивает всю воронку конверсии. Ну, на данный момент параметров нет. Но она будет показывать посетители, лиды, обработанные лиды, продажи и ROI. Эти данные она может получать из CRM, которая также присутствует. В закладке лиды мы получаем, собственно, все лиды со всех страниц, которые можно обрабатывать прямо тут. Они будут приходить по умолчанию на вашу почту. Либо вы можете отключить оповещение о лидах. И также можно настроить оповещение даже по SMS, чтобы контактные данные приходили, чтобы вы могли сразу с ними контактировать, например. Собственно, тут достаточно простая табличная CRM, в которой выставляется статусы данные. По лиду есть дополнительная информация, выставляются комментарии, в том числе суммы сделки. Если вы проставляете суммы сделки, соответственно, он вам будет в воронке считать все параметры вплоть до возврата на инвестиции и показывать, сколько на вложенную рекламу пришлось прибыли. Положительно она либо отрицательная. И, собственно, все данные по лиду, плюс технически кому необходимо вплоть до IP и всех этих параметров, которые отдает поисковая система или любая другая рекламная система при клике. Все это можно вытягивать в том числе. Минимальный бюджет? Но тут зависит непосредственно от того, что вы тестируете. То есть если брать стоимость самого приложения, то она начинается от 1240 рублей в месяц. Там идет ограничение 3500 уникальных посетителей и самый максимальный тариф — это безлимитный, это 4000 в месяц. Соответственно, это неограниченное количество страниц, это неограниченное количество трафика и привязанных к доменам и так далее. То есть это максимальная полностью открытая редакция. Так, сейчас не хочет он меня возвращать. Собственно, по функционалу что еще хочется отметить? Настройки идут в учетной записи. То есть тут мы выставляем как раз e-mail адреса оповещения. Тут идет статистика по трафику целиком. Тут же мы выставляем смс-оповещения. Хочется отдельно отметить вот эту вот закладку техподдержка. Мы всегда позиционируемся как сервисная компания. То есть это не просто разработка, а это действительно большой штат. У нас для IT-компании достаточно немало, что 50 человек. И круглосуточная поддержка 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. На связи, которая отвечает. В рабочее время отвечает по скайпу, отвечает по телефону. В нерабочее время отвечает на почту с очень быстрым реагированием. Соответственно, решая проблему. То есть если вам надо привязать домен, вам надо что-то поправить, поставить какой-то пиксель, еще что-то, сделать какие-то настройки, как правило, они даже берут это на себя и настраивают сами, нежели консультируют. Потому что зачастую… Ну да, и зачастую как бы не хочется морочить вам голову какой-то технической информации, которая как бы завтра вам уже не пригодится. Вот. Поэтому не стоит забывать, что помимо как бы самой технологии вы приобретаете непосредственно внимание и поддержку, которая вам будет оказана. Также для тех, кто, допустим, ну у вас уже более подготовленный уровень. Да, мы сегодня общаемся уже на таком продвинутом уровне. Но также работает колл-центр, который отвечает на вопросы, консультирует, дает рекомендации по поводу страниц и непосредственно помогает также в продвижении. Это то, что реализовано на данный момент. И мне хотелось бы немножко отдать анонсов, что в ближайшее время появится. В ближайшее время мы добавим систему анализа по целям. То есть когда на лендинге есть несколько вариантов целей. Это, например, звонки, это, например, лиды, и это, например, онлайн-консультант. Согласитесь, пока что очень сложно. Если у вас, допустим, все эти три канала настроены, там на сайте или на лендинге, то замерять их в едином каком-то интерфейсе, ну, как правило, даже невозможно. Нету такого интерфейса пока что. Либо это очень сложно, надо настраивать в аналитиксе, и то не всегда там все получается. Все это связать друг с другом. Вот, соответственно, мы на данный момент разрабатываем вот эту вот комплексную интеграцию. Я думаю, что она до середины июня или даже раньше будет уже реализована, и будет возможность отслеживать комплексную статистику по всем целевым действиям на странице и действительно понимать. Потому что очень часто бывает, что, допустим, канал Google дает меньшую конверсию по лидам, но большую конверсию по звонкам, в противовес Яндексу, например. При этом дает реально больше продаж даже. Хотя если бы мы отслеживали просто по конверсии в заявке, мы бы сказали, что Google что-то не дорабатывает, не додает. В то же время мы сейчас аккумулируем источники трафика, то есть будет возможность закупать трафик, в том числе интерфейсно, причем из различных источников, и будет появляться статистика автоматизированная. То есть все данные по поводу стоимости и так далее, они будут подтягиваться и, соответственно, отображаться сразу вплоть до всех данных по возврату на инвестиции. Также в ближайшее время как раз будет реализовано мультивариантное тестирование, когда можно будет генерировать лендинги в соответствии с параметрами. То есть вот 5 фонов, 5 заголовков, перемешали, получилось 125 вариантов лендинга сразу. И оно начинает ранжироваться и выстраиваться. Дело в том, что, как я уже говорил, очень много параметров, влияющих на конверсию. Начиная от времени суток и заканчивая днем, когда зарплату выдают. Так на самом деле сейчас в лабораториях лп-генераторов, закрытых под землей, разрабатывается алгоритм искусственного интеллекта, который будет обучаться на основании достижения конверсий и на основании как раз вот большого количества вариантов выстраивать оптимальную стратегию показов. Потому что, если вы смотрели, есть такой замечательный доклад как раз представителя Яндекса на конференции Яндекса по поводу там мультивариативного тестирования, лендинг-пэйдж, он называется лендинг-пэйдж «Другой подход», когда они тестировали там десятки тысяч объявлений, разные лендинги, то есть ну такое мультивариантное очень тестирование. И там оказывалось, что в разное время суток, в разные регионы, на разные объявления люди по-разному реагируют. И, скажем так, человек вообще не в силах это никак, ну, реагировать. Но система может обучаться. То есть она будет знать, что, допустим, днем надо показывать лендинг без видео, потому что днем люди сидят на работе и видео как бы смотреть не особо удобно, без звука. А вечером, наоборот, лендинг с видео конвертирует лучше. И она будет на основе как бы успешных данных, тестов, простраивать оптимальную стратегию показов лендингов в оптимальное время, в оптимальных условиях, под оптимальные источники трафика. Ну, представляете себе, да, как бы массивы, объемы обработки данных. Тогда это будет действительно очень серьезная штука, аналогов которой даже в мире нет пока что. И, соответственно, большая бигдата, которая будет, в принципе, аккумулировать наиболее интересные решения. И уже, когда вы будете подключаться к системе, у нее есть огромная база аналитики, там, в виде уже 200 тысяч страниц, которые могут дать какие-то рекомендации, действительно сказать, что вот по нашему опыту вот это будет лучше, чем вот это. Причем не по нашему личному опыту, а по опыту системы. Вот. И, собственно, из ближайшего это маркетинговая автоматизация. Я думаю, до конца лет. И также в ближайшее время появится маркетинговая автоматизация. То есть те вот проекты, которые я сегодня показывал, вот эти вот таблицы, как они должны происходить, то есть сценарии, которые происходят с лидом после того, как он попадает в систему, они будут как раз возможны в настройке уже внутри. Ну, появится также возможность проведения e-mail рассылок внутри, смс рассылок внутри и так далее. То есть наша задача сделать интерфейс одного окна, чтобы вам не приходилось, да, там в пяти разных, а то и в десяти разных интерфейсах ходить и что-то где-то настраивать, потом непонятно, как эти цифры друг с другом собирать, а иметь возможность в одном интерфейсе, в принципе, вести полностью рекламную кампанию, получать все цифры. Кстати, еще одна из интеграций, это будет платежная система, то есть робокассы, wallet one, возможность принимать оплаты, трекать эти оплаты и так далее. То есть in-house, все в одном. Вот, на этом у меня в принципе все. Если есть ко мне вопросы, я сейчас на монитор выведу все-таки там презентацию с контактными данными. Пишите на e-mail, обращайтесь, будем рады сотрудничеству. По поводу вопросов, да, там были, а где лендинг заказать и так далее, просто подойдите, оставьте мне визитки с вопросом, я сконтактирую. Ну, базовый по своей, по поводу загрузки, мы будем смотреть, как бы, скорее всего, можно будет подгружать тоже. Ну, там вопрос легитимации будет проработан, но как только будет проработан, то да. Ну, в принципе, вы создаете, получается, лендинг, который располагается в сети, то есть, скажем так, мы рекомендуем использовать адмитат, но вы можете его использовать под любой программ. Ну, скажем так, нам доступны эти данные, но мы не пользуем базу. Да, я понял ваш вопрос, нам задавали, в том числе этот вопрос, почему-то он возникает только вот в таких партнерских кругах. Мы не используем базу, у нас другой бизнес, мы занимаемся разработкой технологий и не в наших интересах портить себе репутацию. Мы более трех лет на рынке и не собираемся. Ну, конечно, если это хранится, как бы, на серверах. Другое дело, что это хранится на Амазоне и защищенность этих данных гораздо выше, чем можно себе представить. То есть, получить доступ к этим данным, ну, крайне сложно, и в том числе крайне сложно даже у нас внутри компании. Я просто часто наблюдаю там, когда базы продают сторонних, там, да, там, не знаю, там, от Группона и кого угодно, у нас таких прецедентов не было и не будет по причине очень серьезной защиты данных. Вплоть до, там, уголовного преследования у нас все сотрудники подписывают соглашение о конфиденциальности, кто имеет хотя бы какие-то близкие доступы. И на базе стоят очень серьезные защитные механизмы, которые не позволяют ее в одной части выгрузить, в принципе. Поэтому этот вопрос мы проработали. И там, в том числе, оно по всем международным стандартам и стандартам Амазона соответствует всем параметрам безопасности. То есть, это самый высокий стандарт безопасности в мире. И мы их придерживаемся. Ну, как бы это наша репутация. Если мы сейчас начнем использовать вашу базу, то, наверное, на рынке мы долго не продержимся. Ну, скажем так, больше я вам ничего не могу сказать. Как бы вот я говорю, что у нас позиция совершенно другая. Если бы я вам сказал, что мы не имеем доступ к этим данным, и я бы вас обманул. Я вас не обманываю. Да, мы имеем доступ, но мы ими пользоваться не собираемся. Еще вопросы? Максим, по вашему опыту, как работает, я так понимаю, это прелайнинг называется, когда есть лайнинг, целью которого вывести клиента на основной сайт компании, подготовив его при этом. Это прелайндинг. Да, прелайндинг. Как, вот просто это, нам по специфике тематики больше проходит бизнеса, да, потому что нет такого, что что-то какая-то услуга или товар быстро продал, и все. Надо подготовить, завести клиента. Как, насколько эффективны они по сравнению с традиционными лайндингами? Ну, опять же, вопрос, если у вас уже бизнес, да, как бы ваш, то у вас, в принципе, прелендинг, он не особо как бы нужен, если это не сегментация, например. То есть прелендинг, он больше применим как раз к партнерскому маркетингу для того, чтобы подготовить именно к партнерскому офферу, потому что оффер-то статичен, мы его менять не можем. Когда у вас собственное получается, собственное предложение, то вам логично как бы делать уже собственный лендинг с той спецификой, которая у вас есть. Ну да, но просто цель лендинга – это не заполнить форму на сайте у человека, там, позав, email, какое имя, а именно перекинуть его на основной сайт. То есть подготовить, рассказать, краска ярко, чем лучше других, сделать, это нормально, да? Да, да, да. Это очень эффективно, это как раз используется, потому что сайт, он перегружен информацией, на сайте сложная навигация, и человек не всегда понимает хронологию информации. То есть, ну, скажем так, вот я всегда это интерпретирую, вот как вы с человеком общаетесь, как вы ему продаете. Вы же не начинаете с конца, да, как бы вот там, вот наше предложение, а теперь давайте узнаем, что вы тут хотели. И так далее. То есть продажа, она происходит по некому сценарию. И лендинг, в том числе прелендинг, позволяет сценарий правильно организовать. Потому что когда человек попадает к вам на сайт, у него нет какого-то последовательного сценария. Он может сразу перейти на страницу там заказать, а может там пройти через страницу о нас, через страницу отзыва и так далее. Либо как-то в перемешку, либо какую-то страницу не посмотреть. То есть в этом отношении как раз лендинг позволяет более упорядоченно и последовательно предоставить ему информацию для принятия решения. Ну, то есть подготовить его к этому решению в том числе. Кстати, Максим, вчера высылали вам на ознакомление туристический лендинг. Вы обещали разобрать его перед аудиторией. Да, давайте я его подгружу. У меня есть? А, не подгружу, потому что он на моем компьютере. Давайте таким образом. И я вам в любом случае сделаю разбор. Ну, как бы лично напишу. Сейчас не сможем перекинуть. Ну, в двух словах принципиальных ошибок нет, но я сегодня многие моменты проходил. Да, как бы есть достаточно стандартизированные блоки, от которых можно избавляться. Ну, и в принципе тестировать заголовок. Потому что заголовок он такой достаточно стандартный. Со всем остальным надо тестировать. Но в целом яркий, хороший лендинг. у него могут быть перспективы. Да, пожалуйста. Скажите, 1200 это одна как-то страничка, да? Нет, там больше. Там, по-моему… Сейчас посмотрю. Так. Сейчас. Сейчас я просто выведу прайсинг, чтобы было удобней. Так. Так. Странно. Режет экран. Ох. Windows он такой, Windows. Так. А как он взял и обрезал всю верхушку, мне интересно. Полный экран. А, а, не полный экран. Ну, вот он почему-то хедер вообще обрезал. Как отсюда выйти даже теперь? А сделай стопроцентный. А, вот это. Ну, сейчас попробую разлогиниться. Ну, тут он не разлогинился. Масштаб по проценту сделает, это 75. Попробуй. Все равно он его не видит. Так. Насколько я помню, там до 10 лендингов. Вот именно минимальный тариф. Windows это не мое. Так. Да. Вот, там один из него похож на вопрос. Значит, первый вопрос, вот, через практический. Вот, допустим, я вместо не только по козин, но и по козинам, я ввести имейл и отправить ему каталог. Как его убедить, что это нормально, что у меня нет каталога, потому что у меня нет каталога, что вы ему были в ней получите по e-mail. И второй вопрос, вот, может ли, кто-то захочет, что вот эта вот психология вот такой, ну, как-то, продаж, там, я не знаю, где, ну, допустим, интернет-казин нет, это вроде как плохо, но объясняешь, что я просто, и оказывается, что это хорошо. Ну, тут вопрос, опять же, будет в тексте, в заголовке, как вы его убедите. То есть, вы можете человеку предложить консультацию по телефону, вы все-таки можете предложить ему получить доступ к каталогу. Ну, это же нормально. Что в этом такого, как бы, это не суперновая схема. То есть, люди, в принципе, понимают, что, ну, есть какие-то каталоги, вот, получите PDF-каталог нашей продукции. Часто это распространено, да часто. У многих, в том числе, там, B2B-компании, у них все… Ну, этот, отто там, отто-каталоги. По поводу информации, психологии, я вам могу порекомендовать блок LP-генератор, то есть LP-генератор.ru.ru. Очень много информации. Ежедневно мы выпускаем 3-4 статьи касательно интернет-маркетинга, как раз целевых страниц, оптимизация конверсии, и так далее. В том числе психологии продаж, копирайтинга. Там очень много информации. Там на данный момент более 500 или 600 статей, по-моему, уже. Там и категории есть. То есть там можно очень долго читать. Что-что? LP-генератор.ru.ru. Флэш-блок. Если вы не читаете эту информацию, это все ваши конкуренты. И внедряют. Вон они сидят. Конкурентом? Ага. Сейчас будем бумажки. Так. Зато я нашел, как выйти теперь. Здесь нет кушечек. Здесь только ваша информация. Да, здесь. Вот. Соответственно, тут информацию, ну, как бы читать на месяц, как минимум. Так. Сейчас я, может быть, все-таки на прайс перейду. Вот. Отлично. 25 страниц на тарифе стандартной. Нет, только у вас внутри. Вы просто, говорю, адмитад, как реализована интеграция. То есть вы можете интерфейсно из адмитада подтягивать это все. То есть оно подгружает функционал. Соответственно, у вас тогда в интерфейсе адмитада это все удобнее в том плане, что когда вы работаете с адмитадом, у вас там внутри все есть. Плюс определенные статистические там возможности. То есть статистическая какая-то подвязывается? Ну, я говорю, там просто надо указать, чтобы она подгружалась. То есть по умолчанию она не может подгружаться, потому что мы не знаем, какую именно статистику с какой именно кнопки и как вы хотите пробраться. Но то, что… По сути, если хотите, то можно откроть и отдельные ватсладки? Ну, по сути, да. А аккаунт отдельный стоит? Не, аккаунт там единый получается. Да, да, да. В том числе баланс адмитада можно пополнять и оплачивать сервис. В этом тоже как бы удобство. Пожалуйста. Вопрос. Если есть готовый уже лендинг, можно ли сюда запихнуть HTML-код, чтобы его оттестировать? И потом, когда там закончится несколько месяцев, обратно взять этот код и использовать? Пока такой возможности нет, но она разрабатывается. Я думаю, что до конца июня она появится. Ну, тогда вам там изменения все-таки надо будет ручками в HTML делать, а не в редакторе. Вопрос. А что тут, если начать пользоваться, допустим, на тарифах и потом прекратить их уплачивать, то страницы они все пропадают, да? Они не пропадают, они просто снимутся с публикацией, но они останутся. Вы их можете в любом случае там редактировать, видоизменять. Если вы их захотите опубликовать, то вам просто надо будет продлить тарифы все. А тариф white label? Что значит? Тариф white label – это расширенный функционал для агентств. Он позволяет создавать клиентские аккаунты и регулировать уровень доступа. То есть вы можете в рамках одного аккаунта иметь, допустим, 100 лендингов для 20 клиентов. И вы на каждого клиента устанавливаете права доступа, допустим, к определенным лендингам с возможностью, допустим, только смотреть лиды с этих лендингов. Либо лиды и статистику, либо лиды и статистику и редактировать эти лендинги. Либо получать, допустим, 50% лидов с этого лендинга. То есть, допустим, если у заказчика два менеджера, то туда подключается непосредственно оба и между ними распределяется 50 на 50, допустим, лиды. И они получают их равномерно. В том числе у него потом статистика, кто сколько обработал и как. То есть клиент может логиниться в логический генератор, да? Ну, соответственно, увидеть только свою часть. Да, он будет логиниться вообще с отдельной страницы, которую вы назначите, с адреса, который вы назначите. И вплоть до того, что логотип там будет ваш, и он будет видеть только ваш логотип и ничего более. То есть я как бы это агентство разработал вообще вот эту всю систему? Да. Да, и статистика. То есть ему указывать… Ну, white label он для этого предназначен для работы агентства с клиентом. В том числе, да, вы можете перепродавать как бы уже на свое усмотрение. То есть я знаю людей, которые даже больше стоимости самого white label одному клиенту перепродают. Преподнося ты как вау технология прямо. Да, классно, круто. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, стандартный, да, пакет, сколько там, 25, да, страниц? Да. Я, допустим, захочу отключить 20 в середине месяца, например. Останется 5. Мне можно будет еще 20 новых сделать, да? Да, да, да. Речь идет об опубликованных страницах. То есть вы можете снять публикацию и перепубликовать другую. То есть я могу как бы включать и выключать, да, например? То есть речь идет об, ну, как бы активных страницах. Угу. Так вот у вас их там может быть сколько угодно. Угу. А у вас в месяц или 30 дней? Угу? Что написано в месяц? Календарный месяц. В месяц это 30 дней? Черт, честно говоря, не знаю. То есть понимаете, как это все? Я понимаю, что разница в один день. Не только в один день. Ну иногда даже не в один день. Третьего числа, а другая двадцать седьмого. Это месяц, сколько это дней? Я вот сейчас точно вам сказать не смогу. В феврале там… Скорее всего под конкретное число. То есть, допустим, с третьего по третью. Давайте зададим вопрос. Давайте зададим вопрос. Леша, задай вопрос, пожалуйста. Не-не-не, вот про… сколько, собственно, в месяц? Я тоже не могу. Сколько длится месяц в три месяца? Оплата в месяц, она идет за тридцать дней или за календарный месяц? А кнопочки там можно еще добавлять будет, да? Вот на срам лейдинге. Где именно? На лейдинге все. На лейдинге вы что угодно можете добавлять сколько угодно. Ссылки там из них делают, да? Да, да, да. То есть, ссылки, кнопки, все что угодно. То есть, никаких ограничений нет. Там же, пожалуйста, что угодно. Люди даже сайты делают на этом. Там связывают страницу друг с другом, у них сайт. А, вопрос нужно? Да. Допустим, у меня основной адрес сайта, да? Я хочу делать лейдинг, но на другую тему. То есть, у меня на этом же домене, да, будет только с слэшем. Ну, как же хотите. То есть, вы можете сделать под домен. Это как-то повлияет на Яндекс, да? На продвижение такая. Для SEO, скорее. Для SEO, да, да. Ну, вы мне вопросы про SEO задаете. Я же не знаю про SEO ничего. Это плохо. Вы же директор по маркетингу. Во-первых. Во-первых, вы можете сделать noindex, nofollow. Значит, его Яндекс вообще не будет воспринимать. То есть, его как бы отключить можно. Он не будет показывать его результаты после. Ну, да. То есть, он не будет. Ну, да. Вы говорили о том, что можно выключить. Да. Окей. Вопрос по поводу домена. Он как бы… Включается. Целико уже доменцы вносить на Яндекс? Или он может существовать с академией с планетами? Ну, активно. А в Санцайме в основном? 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 Домены переносились. О, макс, красавчик. Вот так работает техподдержка. Я говорю, у вас не давно эту функцию навелась, что можно с 5-го числа… А именно что перекинуть имя отсюда? Смотрите, сейчас задавали вопрос про домен. То есть, перекинуть целиком домен либо отдельная страница в этом домене. Вы сказали, что и так, и так можно. Не, речь идет не про страницу, а… Нет, вы можете этот домен… А также делегировать на LP-генератор. В рамках него создать страницу со слэшем и ее залинковать в сайте. То есть, это возможно? Нет, он не перестанет работать. Можно, но лучше сделать следующим образом. Лучше через поддомен. Его через сознательность направить… Да, да, да. Просто я говорю, там могут быть потом проблемы. Можно через поддомен, да. Да, через поддомен вообще без проблем. Поддомен вообще без страницы на разные сайты. То есть, в одном случае что-то скинуть поддомен, да? Да, в том числе. И в одном случае сходим 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 сходим. Да, да. Ну, у вас сразу же можно, да, сделать поддомен? Да. Ну, то есть… Поддомены сначала у себя создаем на хостинге, нам промисывать на запись, а вы генерат. Получается, домены начнем? Третьего. Третьего. Ну, это если вы поддомен. В принципе, я, честно говоря, не знаю, вот к чему вот эти вот заморочки с доменами… То есть, можно, получается, у вас можно эти страницы, можно она сайта? То есть, у тебя на хостинге, правильно? Нет, у вас эта страница на хостинге не будет держаться. Нет, ну, я так понимаю, задача в том, чтобы, если есть уже действующий проект, а хочется какие-то мейнинги завести в ваши инструментарии, как это сделать? Ну, лучше либо через поддомен, либо через отдельный мейнинг. Ну, тут просто проблема в том, что даже домен третьего уровня яндексом считывается как отдельный сайт. И тут конфликт интересов может возникнуть. Какой? Ну, то есть, по сути, два сайта. Ну, по силу продвижения… Да нет, как раз-таки вот в этом плане конфликта и не будет. Потому что яндекс по барабану. Если у него поддомен, он и бывает дерьмо с сайтом и сло. По барабану, на самом деле, тратить не будет длиться на… Не будет выучиваться для основного сайта. Вообще. Ну, да, да, да. Мы имеем в виду проденческие разного трафика не будут… Да, да, да. Поведение и все остальное по основному сайту не будет. Ну… Тут вопрос, задача. Вы что делаете? Вы все-таки пытаетесь в рамках сайта думать или вы конвертируете трафик? Ну, всего и сразу. Ну, всего и сразу. Давайте с чем-то одним. Давайте зачитаем все-таки ответ. Ответ такой. Если вы купили трафик 5 мая, то он будет действовать по 5 июня плюс 48 часов. По 5 июня. Значит, получается 31 день на обслуживание. Ну, то есть, да. 31 день. С 5 по 5. Плюс 48 часов. Плюс 48 часов. Плюс 48 часов. То есть, у вас всегда есть вне зависимости от месяца плюс 48 часов, которые компенсируют там разницу в месяцах. Вот и все. Ну, бонусы два дня всегда есть. Бонусы два дня всегда есть. Бонусы два дня всегда есть. Еще вопросы к Максиму остались. Ну, вроде нет, но еще Максим еще раз. У меня буквально... Спасибо.